все зависит от тех целей да и от той амбиции который человек перед собой ставит мы вообще в разных сферах не только в карьере в работе но вообще во всех сферах жизни и насколько амбициозная цель настолько и ну такая потребность к саморазвитию самообучение то есть и мне кажется на мой взгляд отличает людей вот этот вот целеполагание то есть и скорость обучения с другой стороны если сделать шаг назад то есть внешние факторы есть внутренние факторы да то есть которые толкают на на саморазвитие внутренний фактор я вот сказал да это вот уровень целеполагания то есть и какая амбиция когда ты когда у тебя есть ответ на вопрос зачем то есть если есть на вопрос зачем то тогда все складывается второе это внешние если читали книгу носима талеба уверен что вы читали да то есть черный лебедь это мы раньше видели что черные лебеди прилетали к нам там или вот эти кризисные ситуации мировые там раз в 6-8 лет да то есть сейчас живя в пандемию до выходя из пандемии мы думали ну сейчас вот пандемия закончится и как бы заживем да тут только пандемия закончилась начались санкционные определенные вещи да то есть спецоперации влияние на компанию технологической независимости это направление начала развиваться скорость внешних изменений и объем их растет и получается чтобы в хорошем смысле выживать в этой турбулентности нужно постоянно изучать что-то новое и тем самым быстрее адаптироваться к вот в этим внешним вызовом то есть еще раз есть внутренние это уровень целеполагания амбиция который тебя двигает к саморазвитию есть внешние это вот эта вот турбулентность который говорит тебе о том чтобы тебе надо быть более гибким более скоростным и более компетентным да к тем вызовом которые перед тобой стоят вообще как я вот устраиваю тему саморазвития то есть у меня первое есть стратегическая картонка это на одном листе формата а4 такое как бы видение того куда бы я хотел бы развиваться в горизонте 10 15 и 20 лет то есть и когда у тебя есть вот этот уровень такого целеполагания то есть когда вектора развития да не прям там конкретно данный вектор развития то тогда ты понимаешь и декомпозируешь уже по годам и понимаешь а что тебе нужно для следующего этапа твоего пути то есть той цели которые перед собой ставишь какой уровень компетенции тебе нужен да то есть чё тебе не хватает то есть вот эти факторы и тогда ты начинаешь выстраивать такой индивидуальный план развития и такие же планы есть не только в карьере в работе такие по колесу жизненного баланса там семья родители дети да то есть друзья хобби интересы жизни да то есть и вот вокруг по колесу этого жизненного баланса ты как бы формируешь цели формируешь планы и дальше в системная там контроль этого исполнения то есть если посмотреть у меня там что в колесе ну понятно работа карьера да то есть отношения в семье яркость жизни хобби саморазвитие вот как раз саморазвитие одно из направлений религия вера принципы отдельно его сейчас выделил и в роли когда был генеральным директором одного из активов я позитивное вдохновляющее лидерство потому что ну как бы нужно по-другому сейчас на мой взгляд управлять людьми да и вдохновлять энергии здоровья то есть вот такие направления сейчас у меня в колесе жизненного баланса и дальше и дальше когда ты сделаешь такую самооценку на каком на каком уровне у тебя это направление как ты считаешь реализовано сейчас да то есть и потом формируешь задачи по каждому направлению то есть такие цели и порядка на год у меня порядка 100 целей таких там по каждому направлению ну суммарно получается и все и и ты оцениваешь насколько тебя выполнение данной задачи продвигает в этом в этом в этом в этом направлении твоего кольца жизненного баланса зачастую вопрос не стоит о знаниях а о дисциплине исполнения то есть и в применении таких правильных привычек в жизни да то есть и поэтому когда я для себя формулирую для меня это критически важно именно дисциплина исполнение тех целей которые передо мной стоят мне помогло в этом когда я поставил себе амбициозную цель сделать аэронмен да то есть это 226 километров когда 4 километра ты плывешь в открытом океане 180 километров ты едешь на вело и 42 бежишь это вот гонка за один день считается одна из сложнейших гонок в мире и тогда когда ты меняешь уже цели там аэронмен поменял там условно на какую-то другую цель в работе реализации проекта да то есть тогда у тебя уже не стоит вопрос ты уже натренировал этот уровень дисциплины да то есть и ты уже двигаешься к той цели который ты перед собой поставил когда у тебя есть краткосрочные цели в моменте да то есть они ну как бы ты нацелен на их достижения а если когда у тебя есть долгосрочный вот они могут меняться то есть когда ты проходишь определенный путь и набираешь тот опыт и знания то есть ты можешь корректировать то видение куда ты хочешь двигаться да то есть и это нормально потому что ну как я и сказал что мы уже сегодня обсуждали тему внешних факторов и вот эта гибкость которая который ты как бы должен быть готов да то есть и в том числе гибкость по по изменению корректировки то увидите куда ты хочешь двигаться на мой взгляд это нормально но я думаю что 80 на 20 на то есть 80 процентов все же ты должен быть в достижении цели этого видения а 20 процентов на то чтобы корректироваться такое у меня такое такая такая формула из тех корректировок жизненных целей до которые я вот проходил конечно же максимально должно пересекаться и зачастую как бы я понимаю что тот уровень энергии которые получаю от разносторонней деятельности да то есть он мне помогает достигать других результатов карьере то есть в работе в целях которые передо мной стоят как в компании как здесь вот по-простому выразиться да то есть когда ты наполнен разносторонний ты умеешь восполнять энергию то тогда этот уровень энергии ты можешь конвертировать достижение но это тех проектов тех задач которые перед тобой стоят время это всегда ограниченный ресурс да то есть и на определенном этапе я задавался вопрос как сжать время да то есть условно то есть я не назначаю встречи больше часа условно да то есть получасовые встречи если мы за полчаса не можем договориться то ну как бы и принять решение то час тоже будет бесполезно с другой стороны допустим как я говорил для для того чтобы достичь цели по полному айронмену надо было делать там часовые двухчасовые трехчасовые тренировки ты заду с одной стороны может тренироваться можешь в это время встроить какое-то обучение соответственно я в эту трехчасовую тренировку прослушал два тренинга по управлению изменений мне восполняет энергию спорт тем самым я уже захожу в рабочий в рабочий день с таким с наполненным уровнем энергии это первое второе качественное проведение каких-то мини отдыхов да то есть и здесь конечно же выходные дни да то есть как я провожу их семьей у меня два сына да то есть активное проведение выходных на то есть это тоже позволяет мне восполнить энергию и третье это моя супруга да то есть где вместе проведения времени да там где-то посещение театра либо просто провести время совместного куда-то сделать какое-то какое-то путешествие мини путешествие на выходные вот буквально на на прошлых выходных у нас одно из было мероприятие уже запланированных мы ездили на на алтай и 30 километров 35 километров по горам бежали это восемь с половиной часов в 6 утра был старт и восемь с половиной часов это конечно такое по хребтам недалеко от горы белуха да то есть и на это на это мероприятие мы ездили с супругой вдвоем да то есть и тем самым позволяет как бы сказать перезагрузиться да то есть и приехать уже наполненный энергией для достижения цели которые стоят уже здесь в работе еще одну грань наверное здесь можно было затронуть и что мне сейчас помогает это networking да то есть это на мой взгляд обучение взрослых еще состоит в том что ты ты если у тебя какой-то ну как бы компетенции не хватает либо каких-то знаний да то есть в россии точно есть люди которые но у которых эта компетенция сильная вот буквально прошлой неделе я был в тольятти и мы посещали как автоваз все знают что только компания автоваз да то есть и я был крайне удивлен когда попал внутри автоваз ну посмотрел изнутри производственную систему автоваза да то есть они выпускают 500 тысяч автомобилей в год да то есть и они целятся там в их стратегии трехлетней стратегии там в выпустить 1 миллион автомобилей в год да то есть ну глобальная стратегия ну глобальная цель и посмотрев изнутри да то есть я вижу что действительно сколько они там продвигаются в развитии производственной да то есть и общаясь там условно с директором п.с. автоваза и на этом мероприятии нас было там руководители крупнейших компаний да то есть и директора производства систем северсталь север групп евраз этом из металлургического сектора да то есть и других компаний вот и по сути ты за счет вот этих контактов связи там обмениваешься опытом я и где-то восполняешь тех ну как бы компетенции которые тебе не хватает либо знаний да то есть куда сейчас движутся производственной системы в россии допустим кто на чем делает акцент а почему там делать акцент связи с цифровизации с с искусственным интеллектом и на мой взгляд умение быстро находить эту информацию умение выстраивать такие контакты да то есть позволяя в том числе быстрее быстрее развиваться дети учатся живя рядом ну то есть если ты если ты непосредственно применяешь это в дома на практике они это все видят и перенимает это словно когда мы ездим вместе на какие-то мероприятия спортивные да то есть мне не надо объяснять что спорт это важен на каком-то этапе мои два сына сами подошли по мы тоже хотим принять участие в соревнованиях там езди забеги iron kids нам и они непосредственно уже там бег бег бегали там соревнованиях там по километру полтора если ты сам лично соблюдаешь все принципы и пропагандирующих дам хорошим словом на то есть то тогда команда считывает это и начинает тоже применять ты не сможешь внедрить систему ты и пб если ты сам лично не применяешь базовые практики которые ты внедряешь я действительно убежден что ролевая модель руководителя это один из факторов один из факторов залог ну такой залог успеха на ну на мой взгляд у нас в компании очень хорошо работает система подбора на то есть определенная уже фильтрация на входе идет и это одно второе что компания сибур на рынке да то есть очень известная и по сути очень много сильных руководителей менеджеров сотрудников хотят попасть компания поэтому на мой взгляд из тех последних ну как сказать интервью и наборов которые я лично проводил да то есть вижу что соискатели очень сильные приходят и с такие замотивированные работать в крупной такой перспективной компании вот но конечно же это это надо оценить да то есть по сути это и есть потенциал сотрудника который ты можешь увидеть да то есть зачастую нам нужен не только в моменте какая-то компетенция которую ты покупаешь либо принимаешь команду а важно для меня важно да то есть это какой потенциал есть сотрудника в будущем потому что на определенном этапе у каждого руководителя происходит такое осознание что зачастую ты когда прошел путь ты на определенном ну как условно есть время собирать камни да есть время одну как бы отдавать как не условно да то есть время собирать опыт есть время там отдавать опыт и на определенном этапе это происходит и на мой взгляд я вот сейчас себе задаю вопрос когда был в позиции генерального директора скольки сотрудникам молодым специалистам я могу помочь пройти этот путь быстрее не совершить тех ошибок которые я совершал и быть более эффективным в компании у нас вот если брать предприятие том 7 тихим там 30 процентов новых молодых специалистов до молодых специалистов которые пришли там только что с вузов да то есть и я понимаю что пропуская их через систему да то есть помогая им развиваться они могут быть полезны только на предприятии но и в компании в целом перемещаясь по другим предприятиям другие инициативы проект как бы я для себя формировал список тех сотрудников да то есть минус один от меня да где непосредственно ты вкладываешься как наставник да то есть с другой стороны выстроить систему в которой ну допустим там том стихим это 1250 человек то есть есть управленческие слои есть сотрудники да то есть чтобы каждый руководитель на своей 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 роли начал заниматься как не только саморазвитием но и развитием потенциальных ребят и выстроить в систему где есть ритуалы раз месяц где мы собираемся и смотрим на сколько кто кто сколько ведет сотрудников развивают какая динамика этого развития какие назначения происходят да то есть по результатам то есть это как 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 индикация того насколько человек развивается это его там назначение да то есть или перемещение в другой рот лично я кого развиваю сколько инвестирую на это время С другой стороны, как работает система, чтобы не только часть руководителя занималась, а каждый руководитель занимался развитием, как внутри своей команды, так и кросс-функционально. Есть пропасть между знаниями и применением этих знаний. Зачастую мы много учимся, но вопрос в том, насколько мы применяем эти знания, которые получаем. То есть я бы делал акцент сейчас на то, чтобы максимально применять, повышать процент применения знаний. Вот я бы сейчас на это сконфировал. И с другой стороны, как мы, как управленцы, отслеживаем, ну вообще фокусируемся на то, что полученные знания применяются. Ну допустим, вот есть стандарт работы руководителя, обратная связь. То есть мы обучились руководителю давать обратную связь. А как померить, там, сотни руководителей вообще дают обратную связь, либо нет своим сотрудникам. И вот как раз сделать какую-то экологичную цифровую платформу, которая могла бы это мерить. С одной стороны, у нас в личном кабинете есть там такая галочка, да, то есть ты когда свои цели внесешь, или когда там самооценку поставил, или когда уже оцениваешься, там тебя спрашивают, а ваш руководитель вам давал обратную связь? Ты, конечно, ставишь «да», да, то есть. И это один уровень, да, то есть получение обратной связи, что, ну вообще, ну как, была ли или нет, да или нет. Вот, можно уходить в качество обратной связи, да, то есть опиши, что вы обсуждали в этой, да, то есть какие-то выводы для себя сделал. То есть уходить на несколько слоев глубже, да, то есть тем самым начинать мерить, да, то есть вот эти комментарии, которые будут оставаться в цифровом следе, тем самым подтверждение того, что действительно там не просто «да, тебе дали обратную связь», а ты какую-то рефлексию из этого вынес и сейчас уже применяешь. Вот вокруг этого мы сейчас думаем, размышляем. Проект производственной системы Сибура, который сейчас непосредственно я возглавил, и вот инициатива, которая будет разворачиваться в компании, то есть ПСС развития, да, это будет таким катализатором управленческого роста и в том числе вот такая, как бы, воронка развития, карьерный лифт такой, да. То есть я помню, когда мы развивали производственную систему Сибура с 2011 по 2016 год, я помню, как я сам лично, да, то есть пройдя через проект, очень сильно вырос. Проект, инициатива, которая будет, да, то есть она позволит тем сотрудникам, тем руководителям, которые попадут в программу, очень сильно вырастить. Потому что ты попадаешь, во-первых, в инициативу, которая шире, чем одна функция, одно предприятие, да, то есть ты, попадая в проект, у твоего расширяется, да, то есть, ну, как бы сказать, видение компании, да, то есть. Вот, вторая история, то ты на практике внедряешь изменения сам, да, изменения поведения людей, да, культуры, обучаешь людей, то есть ты, как бы, по другой диагонали, с другой скоростью начинаешь, начинаешь расти. Субтитры создавал DimaTorzok